Глава восьмая. Послание к евреям. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывезть их из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающие и стареющие близко к уничтожению.